Добрый день, дорогие друзья! Врываемся мы на третий матч! Замечательный матч сегодняшнего дня! На шестой, если говорить в целом, для Мажора и в рамках не только одного канала, но еще и КС Рухап, один КС Рухап, два параллельно как раз таки начинается матч Тим Спир против команды Энс, а у нас, друзья, начинается G2 Esports против Вегес Квадрон! Очень крутой матч по вывеске, поэтому давайте глядеть по-прежнему студию Рухап! Александр Закрегедуменко и Андрей Нишар для вас будут комментировать это противостояние! Да, действительно, матч очень интересный, карт ДКш и Шокс Коннектор уже находят мисс по GR-у Была у нас одна сенсация однажды, когда Вегес Квадрон обыграла на КШ-16-2! Что ставит Кеннис? Что это просто? Я хотел продолжить мысль, но... Но ее не нужно продолжать! Все мы видим, друзья, что же творит Кеннис Рап! Невероятно жесткая, хорошая стрельба! И самая же интересная приемка с Юспа на точке А! Очень сложно было в целом разобраться в приеме! Вы сами знаете, что в приеме с Юспа очень сложно демонстрировать вот такую вот хорошую игру! Но Кеннис для него это никаких проблем не составило! Аккуратно действительно рассчитал по пульке каждого игрока команды Веги! И вот уже первый раунд на экранах! И, в общем-то, если рассматривать в целом этот матч как плюс-минус что-то равное, то мы видим, что 69 в пользу 31 для команды G2 Esports! В первом-втором матче мы видели что-то типа 97-98 против 2-3, соответственно, процентов! Поэтому вот эта заруба должна быть здесь и сейчас, друзья! И вот как раз таки... Да, Героик Бай от команды Вега-Сквадрон есть уже Калашников, который сделал фраг GR и, в общем-то, отошел немножко подальше! Переходит он к Чоперу! Пока что 5-4 в большинстве команды Вега-Сквадрон! По хп, конечно, GR оставили без каких-то либо дополнительных опций, да? Бадди пошел в аркаду под базой бы вместе с Джексом! У Джекса не пошла стрельба, а это уже совсем другая история! Бадди на ящике был не прочекан раз! Бадди был не прочекан на ящике! Уже отменяется! 2-3 минуса! Четкая работа по головам! Денег много! Ну и бомбу, кстати, ему в гости принесли! Да, и подфармил, что самое интересное! Неплохо так со своего фармганчика! Откидывает еще и флешку! Может под нее выйти! Единственное, за чекает ли токсик! Вот в чем вопрос тут Калаш! Но Калаш немножко себя не реализовал в этом моменте! Ну и вот такой вот Хероик Бай! Слушай, интересно, вот с этим Хероик Баем давай смотреть! Это был только лишь один Калаш! То есть, по сути, может быть, команда Вега закупится! Но вопрос очень хороший, что у них будет по деньгам! Туда опять же их решение! Да, они могут! Слушай, как хорошо стреляют французы! Очень круто! На дистанциях! В общем-то, начало для них хорошее! Ну и не самое лучшее начало для команды Вега Сквадрон! Да, будет закуп у нас! Но по-прежнему 2-0, друзья! Начинают французы неплохо! Для французов старт прекрасный! 2-0! Выигранный такой вот С-образный Хероик Бай! Но сейчас нужно будет показать команде Вега! Что же? Что же у них заготовлено для Кэша? Для Кэша у них есть три Калаша! Сжи-553 для Акибы! Ну, или то не было, как сейчас он переименован уже давно! Но все знают, кто это на самом деле из Шокса! Забирает Джиара Сауга! И у французов два Ауга! Это Шокс! Это Бадди! Калаш для Кенниса! МП! Девятый для Лаки! И Джек Скальтун! Да, Лаки пока что очень уверенно сидит на пленту! Никуда не идет! Ну и, в общем-то, понимают, ребята из команды G2, что они играют за защиту! Им никуда идти не надо! Да, поэтому, в общем-то, они никуда и не собираются! И вот столько ждут своих тиммейтов! Есть фраг по Джиару! Был он сделан на Миду! Когда не очень, скажем, удачно вылетел этот молодой человек на Мид! И там как раз-таки его закрыл! Один из французов был! Это Шокс! И очень уверенно, что самое интересное для него произошел этот момент! Немножко неудачный смог! Не скажу, что, скорее всего, он специально хотел его так откинуть! Поэтому, скорее всего, он летел в коннектор Кеннис! Находится уже на погрузчике! И это все слышит! Худжи, который может давать информацию! Но 40 секунд остается по окончанию третьего раунда! Нужно потихонечку уже выдвигаться! Потому что время играет сейчас, разумеется, на пользу коллективу G2! Кима, попытка как-то выйти в шорт! Минус от Кенниса покрашу! Тут же попытка как-то выйти через мейн! Все это время Тони Блэкс шорта не может никак халпануть! Худжи, да! Забирает Кеннисона дефолте! Но Чоппер выходит с Хайвы и забирает Шакса! А про Лаки в курсе, в курсе! Теперь! Но там еще и Джексону приходят на саппорт! Минус 2 от Лаки с фармганом! С Джексом времени на бомбу есть, но его взрывают с каешки! Майстрай худжи, 3-0 G2 пока что с треском, но справляется с выходить! У меня иногда складываются такие ощущения, что у тебя немножко быстрее все это дело! Вот буквально какую-то секундочку, поэтому если можно, вот на секундочку попозже говорить обо всем, что происходит! Не знаю почему, потому что вроде Гаути Ви мы смотрим один и тот же, как и все, но... Вот так уж происходит, видимо! Ну да ладно! Друзья, по-прежнему 3-0 у нас в пользу коллектива команды G2 Esports! Ну, очень уверенное начало и похоже, что они бегут за четвертым раундом в рамках уже защиты на карте ДКэш! Ну и давайте глядеть, что придумывают у нас акулы! Акулы придумывают у нас маки вместе с пистолетами! Опять же, попытка здесь заплантить бомбу, возможно, отыграть от нее! Ну и, разумеется, преподнести максимальный урон своим оппонентам по экономике, по выбитым девайсам, возможно, еще что-то удастся подсейвить! Но вот пока что залетают такие гранаты на чек, может быть, кого-то здесь найдут ребята! Лакен откидывает как раз-таки коктейль молотова под дверь и получает по себе смок! Это очевидный оплент уже понимают, это ребята из команды G2TUG! Правда, краш делает фраг! Ой-ой-ой, Тони Блэк! Еще и фраг по Лакеню! Неужели такой раунд может уйти в пользу команды? Вега Сквадрон Чоппер еще может здесь найти Шаксевича, находит! Ой-ой-ой, команда Вега все-таки берет, похоже, что раунд, который, ну, не должны были брать, хотя по-прежнему Бадди вместе с Джексом живые! Но пойдут ли они на это выбивание, я думаю, что нет! А получается-то, что я просто вперед тебя смотрю, да? У тебя... Немножко, да! Интересная история, интересная, но окей, ситуация 2 в 4 для Джекса с Бадди, это сейв, ну, как сказать, уже для Бадди одного, потому что Джекса сдуло на тачке и первый раунд для Веги. А плен был хорош, действительно, и нужно будет надеяться, что ребята смогут удержать вот такой вот темп игры. Первый раунд есть, ну и, соответственно, денежка также имеется за счет засейвленного девайса от Бадди, я думаю, что решат закупаться, потому что Лаки может себе купить эмочку с армором, будет у него все хорошо, ну, либо Фомасик, плюс, разумеется, дроп от игрока, который засейвил, могут отыграть, а могут отыграть просто с пистолетами, и тогда будет выход на второй для команды Вега-Сквадрон, вот, да, возможный, потенциальный, как раз-таки второй. Но по-прежнему не стоит забывать, что есть у нас АУК, у Бадди, который как раз-таки вот нам его показывают, он здесь на подсадочке стоит в мейне и может сыграть что-то красивое, продемонстрировать здесь, и по-прежнему Вега не знает еще, что ожидать. То есть не было каких-то таком выстрелов, небольшие выстрелы по Чопперу были, но в целом, я думаю, внимание не сильно он обратил, знают, скорее всего, что засейвленный АУК, но вот по остальным девайсам информации нет, поэтому очень аккуратно начинают этот пятый раунд. Так, под Б-плэнтом от троих игроков, соответственно, у нас на АП-плэнте Кеннис вместе с Лаки, и одного под Б-базой щелка, и это был как раз-таки товарищ Бадди с АУКом и Кевларом. Попытка от Жара, далее зацепиться Шокс, как же он технично скачет лево и вправо, но нетехнично стреляет от Жар и 2-го перестреливает, и все это время Вега халдит, бомбу еще никто не забирает от Жекского Брат Паук, всего павшего тиммейта, забирает худшую вентиляцию. Да, но это только лишь один фраг, наверное, много это не привнесет какого-то невероятного изменения в этом раунде, вот он, да. Фраг от Кенниса, хотя, смотрите, как с Юспа, бывает он Чоппер, и, в принципе, если, например, Краша залететь, как-нибудь сейчас с шальными патрончиками Кеннис, а он залетит, и как бомба будет устанавливаться, он залетает, Жар и убивает, но все-таки, правда, Тони Блэк, а размен на 1-2 ситуация, а Джекс может сейчас повторить историю своего тиммейта, так же залететь смог и выбить бомбу, да, правда, Краш смотрит, но если хороший тайминг для себя поймать... Они оба смотрят, они оба пошли пикать на лоу таймингах, вот эта уверенность, вот это... Это решение, это решение от Веги, возможно, правильно, абсолютно, потому что боялись, как-то, не знаю, сыграть по одному... Ну, времени еще на бомбу как минимум хватало, то есть товарищ Бомкерри не отошел далеко от места установки бомбы, и, соответственно, да, они прочекали вдвоем, так, более сейфово, но могли рисковать очень серьезно, могло бы и не хватить времени, ну, чуть-чуть там завтыкать, не туда посмотреть... Ну, и вот теперь 3-2, которая уже неплохо для команды Вега-Сквадрон, то есть мы видели 3-0, и до сих пор не выходит у меня из головы этот самый пистолетный раунд от Кенниса, но, в общем-то, будем смотреть, что будет дальше... Очень плотная заруба, и уже мы ее, разумеется, здесь видим 3-2, G2, конечно же, впереди пока что, но только что на один раунд GR нас тут запушил, будет сзади заходить, а и вот чекает Кеннис, а как это он догадался посмотреть спину, вот в чем вопрос, очень интересно, на самом деле, но, видимо, по таймингах, ну, как-то ему немножко повезло Давайте смотреть дальше, что у нас будет, потому что пока Вега-Сквадрон, ну, сделала кое-что, но вот без единого фрага, только Жар получил по себе 80% здоровья, Бадди очень на близкой позиции стоит, здесь, на самом деле, могут его разменять, он это сам понимает и вынужден отойти немножечко подальше Смог кладется, и, слушай, это смог от команды Веги, вау Да-да-да, они просто на проход хотели его закинуть, но, опять же-таки, по тиммейту стреляют французы, ну, за что вы, Бадди-то, ну, не бейте, за что, он же ж не провинился Вот, но заход в мид, и посмотри, как Вега сплетует, причем через двери пойдет же Арлолл хитовый, Мэйне уже далеко зажался Шокс, и к нему отправляется Кеннис Они пойдут в Мэйн, а Шорт пройдут в этот момент, Вега-Сквадрон, вот это будет поворот У нас, в общем-то, тут игра просто... игра стратегии, и Лаки откидывает, кстати, хороший смог И, в общем-то, правда, Лаки уже умирает от худших... Они проходят через Шорт! Да, но это раунд для команды Вега-Сквадрон похоже, что, правда, Шок заходит, его там ждут и перестреливают его также Слушайте, ну, G2 здесь что-то сами себя перемудрили, на самом деле, имели хорошие позиции, но в итоге пошли в обход Вот в какой-то момент Вега сама пошла в обход, и в итоге обход обхода получился И в этом плане Вега оказалась немного сильнее Бадди делает враг, находит также счет Жара, 2-2 ситуация, но по таймингам там слишком действительно поздно бежать на плент И бомба будет взрываться, и третий раунд команды Вега-Сквадрон будет себе забирать Ну что ж, 3-3 после первой такой небольшой серии пистолетной команда Вега начухивается И, соответственно, берет также трешечку и с деньгами, в общем-то, начинает уже хорошо работать команда Вега А значит, в случае там проигрыша одного, возможно, даже двух, потому что вот мы видим 10 тысяч у Краша, 7 тысяч у Чопера Денежки и будут А вот у французов в этом плане немножко все похуже, потому что с деньгами у них прям очень впритык Если будет два дропа от игроков, которые засейвили, то, может быть, будут закупаться Или, опять же, решат отыграть с пистолетами, мы уже от них это видели 3-3, счет сравнялся, и Вега-Сквадрон в действительности раскачивает атаку в своем исполнении Видно, что будет на что посмотреть в их исполнении, опять же-таки Но, но, G2, есть некоторые ошибки, есть некоторые неточности Надеюсь, что в ближайшем будущем они их поймут, они их исправят Прямо по горящим следам А вот аркада двери в этот раз может стоить дорогого Бать забрал тут, JR, размен, про Шакса Да, вроде должен был понимать, что двое топают в двери Ну, ладно, JR решил спрятаться подальше, чтобы лишний раз не рисковать И минута 24 в 4 для защиты, это минус Тем более, что JR сейчас спалил еще одного в дверях И можно предположить, что это будет выход под вас Ну, это минус, но по такому раунду, возможно, это не такой уж и серьезный минус Потому что сделали хотя бы фраг Это уже хорошо, более того, подобрали еще одну эмочку То есть, в общем, два девайса Единственное, что у Джекса небольшие проблемы Но если его тут как-нибудь не зачекают Он, кстати, с двумя эмочками могут, ребята, из команды G2 Принять этот выход команды Vega Squadron Правда, JR есть фраг по кеннису Не самый лучший зажим от Джекса, но все-таки переследит своего оппонента Сзади заходит Лаки Выбивает Калашников Ну, очень хорошую работу сделали команда G2 В том плане, что уже троих убили И Шокс остается один в два еще и с Калашом Армора нет Ну, армора нету, но позиция хорошая Киба? То есть, если, да, он Кибакина сейчас найдет Он за боксом, его нужно еще чекать Он его найдет? А вот не найдет, скорее всего Не чекает, да, здесь Тони Блэк перестреливает его Ну и вот то Vega Squadron уже после 0-3 Делает 4 раунда в серию И выходит вперед уже на карте The Cash Но это, опять же, был тот самый экономический Только с двумя засейвленными девайсами Ну и вот теперь будет закуп от команды Vega Squadron С девайсами Ой, точнее, от G2 и от Vega Squadron, разумеется Ну и ставится тактическая пауза От коллектива G2 Нужно подумать, какой раунд провести Потому что, ну Ни одного девайсного, скажем так Такого хорошего Мы еще не увидели, да Ну, надеяться, приходится на лучшее В действительности есть некоторые такие вот Не совсем приятные моменты Мне вот вспоминается все равно этот раунд на Апланте Когда G2 реально немножко перемудрили, возможно Решили запушить тот же самый мейн Когда этого делать явно было не стоило И сейчас, да, прячем Ну, бая после паузы Кеннис с ВП Два Ауга, два Акальта Есть раскид, есть диффузы Но только лишь одного Джекса В атаке и UG от Crash Остальные с клашами полный пул раскидки И возможность разыграть Аплэнт Ведь там пока что всего лишь один опорник Клаки ошибается Слишком широко у нас стоял И Кеннис в Маках Тут вряд ли что-то сможет поделать Даже трехочковая Ну вот Киба Оу! Ну, это и есть попадание Так Откидывает скоктейль Молотова так же Пойдут ли французы на это выбивание? Вот в чем вопрос Достаточно близко В общем-то есть, наверное, все возможности на то, чтобы пойти на это выбивание Потому что, ну, 5-4 еще ладно Может быть, можно было подумать На 4-4, почему бы и нет? Сейчас найти какой-нибудь легкий фражочек На кому-нибудь, на кого-либо запустить Ну и давайте смотреть Выход пошел, да Вот небольшие флешки каешечки GR убивает Бадди Получает хуже, как раз таки, голову от своего тиммейта Кеннис есть враг по GR Он на бомбу очень сильно тикает Вот вам 3-3 Которые сейвятся от коллектива как раз таки G2 5 раундов подряд от Вегис Квадрон Слушайте, ну, уверенно Уверенно, действительно, с девайсами пока обращаются эти парни Ну и вот уже выходят в некоторое преимущество для себя 5-3 И еще одна пауза Только от коллектива Вегис Квадрон А вот это уже интересно Это действительно интересно Тайм-аут для них И попытка, опять же таки, наверное, поддержать этот уровень атаки 5 раундов уже есть G2 играет за защиту Во многом, наверное, за слабую сторону на кэше для себя Но все зависит от того, какой соперник Как им удается обороняться Видим мы с вами, что джекс И лаки нередко подставляются А это не есть хорошо Вега за это не прощает И я надеюсь, что Вегис Квадрон проведет очень плотную первую половину И дойдут там до 9, а то и до 10 раундов за атаку И только в таком случае за защиту будет легче Но пока 5-3 Но пока 5-3 И девайсы, похоже, что будут у нас у французов Да, разумеется, мы их увидим Есть аукулаки Три винтовочки и АВП у Кенниса Вот Кеннис отыгрывает очень даже неплохо И, в общем-то, пока что, наверное, это прям единственный такой лучик В команде G2, который может что-то изменить в этих раундах Которые не все получаются Не все раунды получаются у нас у коллектива G2 А вот у Веги пока что вроде как все хорошо 5 раундов уже есть Причем это не просто 5 раундов Это 5 раундов серии То есть было 3-0, 5-3 стало Кто знает, сколько G2 отдадут дальше Команде Вега Но пока что Счет на табло И еще один девайсный раунд Украши, самое что интересно, тоже Есть аук и АВП также у Джиара Минуты 10 И, похоже, что ребята нацелены на точку Б Вторым они здесь находятся Ох ты, вот это врыв от Шакса Непонятно Горят Да, все горят, все горит Но какая-то разница Если уже 5-4 Большинство за ребятами с командой Вега Какая-то разница? У Джекса Опачки, а Кеннис Он простреливает сейчас Он прострелил Чопера Вау, вот это тот самый Кеннис Который делает фраги для своего коллектива Краш, правда, убивает Бадди Джекс, есть информация по Крашу Ну и не будет он его отсюда выпускать Разумеется, 3-3 Опять же, очень сложная ситуация Но выход уже на точку А Лаки Лаки здесь должен принимать А, шли в конце всех Но Он ставит бомбу Кеннис умирает В итоге от Джера И сорян, что за спойлерил Но я не мог на это не среагировать Джекс Джекс Попытка как-то тут разыграть Один в два Ну, смака лежат Как минимум еще какое-то время Джекс будет тратить на Прочек своих оппонентов Он дает прифайр Дает инфу о себе Удалось забрать Лучше Один на один Ну, нету ни смака Ничего, чтобы Присесть аккуратненько И раздефузить И Джар убивает его Ну, что-то как-то грустно Мне за французов становится На самом деле Потому что, ну, вообще ничего не получается Кеннис, который мог просто убить бомбу И выиграть раунд Потому что, во-первых, два в один Во-вторых, там, ну, не было времени Особо много То есть, ну, вдвоем они как бы справились Бы Ну, опять же, вот эти бы И вот он уже второй тайм-аут От команды G2 После первых трех Мы видим абсолютно ничего За ними И, в общем-то, Кеннис Да, 10 на 6 Да, Бадди 8 на 4 Но, несмотря на эти фраги Казалось бы Не сильно отстают по фрагам От команды Vega Squadron Но толку-то от них не так уж и много Да, экономика немножко где-то Ну, в общем-то, просаживается у Веги Но какая разница, если мы видим, друзья, счет на табло 6-3 И это двойное преимущество Уже за атакой И напомню, что вот 6 раундов подряд Пока что Вега смотрится неплохо А я решил перейти в GoTV Глянуть, как там дела обстоят Ну, вот какой это таймер? 2-3-1-2-1 Я понял Ну, ребят, я никак не могу это пофиксить Я перезашел Может быть, это надо моему коллеге Я тоже перезагадил Как бы перед матчем Сейчас не буду перезагадить точно Вот Но Ты там держи Держи в курсе, как говорится Такие дела Кеннис, если так покрашу Вот он опен фраг И это Хорошая попыточка Сделать Что-нибудь в этом раунде Больше, чем один или парочку фрагов Для команды G2 Хаёшечку хорошая Залетает похуже Вместе с Чоппером Ну и Нужно команде G2 Здесь добиваться своего В этом раунде Кеннис С зумом идет вперед Прыгает Ничто ему здесь Не остановит его И пытается найти еще кого-либо Каким-нибудь пикселем И на самом деле Так уверенно идет Что мне кажется Что он уже кого-то сейчас Через стену прострелят Но нет, все-таки не будет Просто смотрит позицию Кеннис Кеннис Ой Да, я понял Я опять это вслух Да, опять вслух Но правда Да что ж такое-то А не шарм Как так работает Это 4 в 3 Большинство за командой G2 Но бомба-то валяется И информация о ней была Но теперь Что буду делать вега Вот в чем вопрос 50 секунд Да тот выход То на самом деле Под бы базу Изначально-то был Да, по плану Но там Бадди удалось Разобраться с жаром К примеру Еще и Тони Блэк Заходил Хайвей Как заходил Ну, заходил И попрощался Жизнью И осталась Ситуация 4 в 1 Худжи Против Четырых французов И Он так и Прыговорит Перестройки Ну, слушайте Ну, вот он раунд Для коллектива ГТУ как-то даже Стричком легко Получилось Кеннис только умер По итогу от Снайпера Команды Вега Скавадрон Но так 4 в 1 То есть Только лишь одного Игроки Потеряли Французы Разумеется Это очень хорошо Для них Потому что Денег у них Не ахти много И плюс В том Что если сейчас Как раз таки Они выиграют То там денег уже не будет У команды Вега Скавадрон У ГТУ Не знаю Может быть Насыпят И может быть Они закупятся Но Давайте смотреть За 11 раундом Действительно Очень важный Джар Находит уже Шокса Хороший фраг Разумеется Шокс Немножко Не ожидал Наверное Что сейчас Снайпер Может просто Вот так вот Вылететь на ноге И перед тем Как смог Раскроется Сделает фраг Но так или иначе 5-4 Большинство За ГТУ И Джекс Пока что Находится В вентилях На самом деле Это подсадочка Она может сыграть Очень двусторонне Для ГТУ Жар воды Как это дело Контролит Но С другой стороны Ствол-то торчит И опа Хорошая флешномет Минус 1-2 И Джекс Сюда Сюда У нас Только человек Зашел в вентилят И уже Минус 2 Как Как это может быть Лаки И флаки На форте Ну да Конечно Нет Я Грубо говоря Но Прям рановато Было На самом деле Джекс Есть фраг Похудше И Чоппер Остается 1-4 Против всех Роков команды ГТУ Если он еще и умрет А он Конечно Умрет Да Он умирает Бадди его Перестреливает Это пятый раунд Для команды ГТУ И хороший шанс На то Чтобы Выйти на Временную ничью Потому что денег нет У Веги Сквадрон И вот он 6-6 Который В принципе Не за горами Я не знаю Просто Что мне еще Говорить Тогда Если я Если я не могу Возить информацию Да Ну ладно Что Что Для Веги Сквадрон Сейчас Не более Чем Простые Пистолеты Без Киларов Смоки Да Есть Дезерт Игл То не было Когда Есть По 250 Худжи Быть может Быть может Какой нибудь Фаст выход Был бы Весьма Кстати Ну Не давайте Глядеть Господа Что у нас Здесь придумают Все таки Вега Сквадрон Потому что Есть Пистолеты Ну и Давайте Смотреть Что да Как Баде Подсадил Джек Сам Находится Вентру Мед Ходит Немножко Подальше У нас Тут 2 ВП Решают Сыграет Господа Из Франции Это Кеннис Вместе Слаки Как раз таки С этими девайсами Будут Отыгрывать Есть уже 2 фрага По Тони Блэку И по Джиару 5 в 3 Большинство За Джету Но все таки Этот раунд Должен уходить Так или иначе За французами И та самая Временная Ничья Уже будет Друзья Очень интересный Матч На самом деле Нас ожидает Но мне кажется Все таки Знаешь Вот Счет то близкий Но раунды Отдаются Как то легко То есть Вот мы видели Первые раунды Где 3-0 Легко Французы забрали Потом была серия Из 6 Где легко Вега забрала Ну и вот сейчас Вот тоже Небольшие Вот эти Два серичка Из двух раундов Серичка Которая также Заканчивается Очень просто Для коллектива Джету Вроде как Счет близкий Но раунды Абсолютно Не близкие В общем то Может быть Это Не знаю Какая-то Такая вот Судьба Когда Сражаются Французы Против СНГ коллектива Кто знает Ох Так Два века За защиту Кеннис Лаки Есть Аук Есть Калаш С кольтом Полгранад Полный Дефузы В размере Трех штук В атаке 5 калаши Без какого-либо Снайперского 2 С6 Счет Вега Сквадрон Вроде как Дошли до шестерки Но вот Смогут ли Пробить этот Барьер Смогут ли Продолжить Набирать раунды Затусает Или же Все-таки Джиту Окажется Посерьезней В первой половине Мы в принципе Сейчас я узнаю Ведь подготовка Выхода Куда Плэнд Причем Это не сплит Это прямолинейный Выход Просто Лоб в лоб И Минус Аплаки Похудже Да Да Есть уже Опенфрак Бадди Настреливы Так же Смаку Убивая Жара Тони Блэк На размине Есть Срак по лаке 4 в 3 Большинство За ребятами Из команды Джиту А Чопера не видно Не видно Чопера Спрыгивает Он горит Слушайте Горит-то неплохо 28 хп у него Остается Тони Блэк На очень близкой позиции Здесь на самом деле Французы просто могут Не ожидать такой наглости От него В итоге он врывается Кеннис на размине Своего павшего тиммейта Так как Бадди уже умирает От Чопера По-прежнему 3 в 2 Большинство За Вегой Сквадрон И Тони Блэк Устанавливает бомбу Так Допустим 2 в 3 Вот Шокс Хорошую позицию Занимает уже Но толку-то от нее Если краш ставит Такие жесткие фраги Головой Там Слушайте Просто все Заплешены Была ли информация По поводу мейна Хороший вопрос Да Есть И смог уже туда кладется Правда краш На выходе из смока Делает фраг Джекс остается последний Один в 2 Убивает Тони Блэка И может просто Садиться диффузить Бомба-то хорошая Именно под плент Краш На цыпочках На корточках Выходит Дубивает Джекс Нет Ну в общем В общем нет Хорошая попытка Дрилли Или 4 секунды И вот И вот как 3-4 секунды Разница Да Мы с тобой живем В одном городе Да Ну я не знаю Честно Как это работает Халстайм Перезайдешь Надеюсь Что мы сможем Пофиксить Иначе Я буду уволен Это точно Ну ладно 6-7 счет Команда Вегас Квадрон Снова Врывается Вперед После Некоторой Временной Ничьи Бай Есть ВП Есть Галилуяр И по-моему Учер Есть Какая-то Инициатива По поводу МИДА Да Так и Получается Он По-моему Выходя Забирает Одного И Второго Да Есть Дабл Килл Открывается Коктейльчик По Джексон 5 в 3 Ну и Вот Куджи Который Находится Вблизи Точки Б Три Француза Остается Очень мало Французов На один Квадратный Метр В целом Для того Чтобы Забрать 14 Раунд Хотя Хаешечка Неплохая Покрашу Какая Хорошая Показывает Как Крашу Не очень Хорошо После Этой Флешки Стало Хаешки Точнее 4 в 3 Теперь Ситуация Кеннис На Девяточке Будет Просматривать Выход На самом деле Это Та Ситуация Джиар Вместе С Кудрой Делает Фраги По Джексу И Кеннису Также Остается Последний Лаки Против Троих Ну и В общем-то Боюсь Что ему Тут будет Очень Сложновато Хотя У него Есть Аук На руках Это Может Сыграть Очень Неплохую Действительно Ситуацию Для него Джиар Открывается Но все-таки Убивает Лаки 8-6 Друзья Ну и Вега Выигрывает Первую Половину Уже 100% Ну а Там Давайте Глянем Либо Денег Не так Много Не так Много Денег Но это Последний Раунд Какая Разница Это Последний Раунд Да Но я К тому Что Двайсы Будут Не Совсем Крутые Тех Рука Где Нужно Было Бы Наверное Нет Алика Того же Остальные Все Ниже И Ниже Тактическая Пауза Отвеги Сквадрон На Последний Раунд И Я Думаю Что Шокса И компания Действительно Трудности Они За защиту Взяли 6 Это Вроде Как Неплохо Даже 9-6 Можно Выигрывая Пистолетку Но Боюсь Я Что Шокс Все еще Никак Не вернет Себе Бывую Игровую Форму Ну Так То Но Опять Посмотрим Как французы будут отыгрывать за атаку Возможно Как сейчас перезайдут Так как начнут Просто 5-0 Перестреливать Кто его знает Главное что Ужат очень неплохие пистолеты Это мы видели еще в начале Поэтому это может сыграть Решающую роль Для этого коллектива И может быть с этого Начнется великий камбэк А может быть и нет И Вега здесь закроет Все это Вся И Наверное Здесь нужно сказать Что Вега именно выступает Таким Ну немножечко аутсайдером В целом по коэффициентам И в целом по предикшенам 69 против 31 Мы увидели с вами На пике То есть который нам показывается Пеодически в игре Поэтому Скажем так Французов здесь Немножечко поболее Выбрало Но в качестве В целом Победителей Там интересная ситуация На вентиляции Сейчас будет происходить Я полагаю Что у ребят Снова Начинаются попрыгучки И вот Под интересный смог Могут действовать Некоторые товарищи И попытка Довольно неплохая Была только что Открашена Надеюсь что я попал В тайминг И забрал он Джекса 4 в 5 Да Бадди Теперь Скрашем Ну Грустноватая история Опять же Вот о чем я и говорил Раунды отдаются Как будто Без каких-то проблем Может быть этот раунд Будет проблемный раунд За командой Вега Складрон Но вот пока Уже Опен фраг Для них И Джекса Больше нету На первой половине Так точно Вернется он к нам Только на второй Так Чоппер А почему не смотрели Мид Вот в чем вопрос Шокс полетел Дальше с юмпом Уевает только одного Худжин Размени Лак Так Ну что это было Сейчас Не до чек Реплент И Ну все равно Понимаю Да это 2 в 1 Конечно грустно И мило И здорово И неприятно Но Да Это все таки Фраг для краша Так Ты давай Расвлекай Я на переход На перезаход Да Я Я тут На самом деле Друзья Честно Ну Что сказать А так Команда Вега Складрон Это штука Интересная Опять же таки Есть что подчеркнуть Ну а так же Можно сказать Что и У команды G2 Есть Трудности Так сказать С обороной Видели мы с вами Как они Нередко позволяли Себе какие-то Слишком Такие Не совсем Понятные Выпады В мэйна Аркада Да Или же Просто провал С приемкой Лаки Нередко Открывается Ну слишком Широко И Хотел спросить Какая у тебя Секунда У меня 20 Ну да Потом Потому что Мы так не проверим Ну да ладно В общем я перезошел Это максимум Что я как бы могу Предложить Что мы можем В целом предложить Потому что не знаю Картинка просто дается По-разному Ну да ладно Сейчас проверим Как матч Вернется к нам С фристайма Ну что 6-9 Хороший счет Для Вегас Квадрон Очень неплохой Более того Они сейчас играют За защиту То есть в целом С выигранной пистолеткой Они могут себе Очень хороший счет Действительно Нашаманить Ближе уже К второму Второй половине И даже Возможно и выиграть Эту карту Дэкэш Ну а французам Что? Французам Нужно здесь брать Пистолетку Ну и дальше Действовать хорошо Опять же Очень интересный вопрос Именно как у нас Будут коллективы Скорее даже Коллектив G2 Как будет нас Отыгрывать за Атаку Может быть Сейчас как пойдет И будет выносить А может быть Совершенно все Пойдет у него неудачно Но надо начинать С пистолетки Мы видели Что вытворил Кеннис на первом Пистолетном Как он красиво По пулечке Просто всем Отвесил И это был легкий раунд А потом Еще один раунд Был легкий Еще один И было 3-0 А потом Было легко для Кенниса Давай такой Защита была легка Для Кенниса Но не для команды G2 в целом Ну в целом да Потому что 16-10 Мы видим Что Кеннис отыграл 1-6 В скада То есть это очень Неплохой када Учитывая то Что твоя команда Проигрывает Да и в целом Даже если твоя команда Выигрывает 16-10 Это все равно Хороший счет А здесь мало того Что она и проиграла Первую половину Ну вот Немножко Возможно Не получилось То что хотели Сделать Ну шестерочку забрали Могли наверное И вообще в целом Улететь полностью Потому что мы помним 6-3 И ничего не удавалось Ну хотя бы троечку Еще забрали Французы Ну и вот у нас уже Иконочка Прекрасная На анпаузу Да действительно На анпаузу Да Ну что Фристайм сколько 15 14 13 Немножко быстрее У меня 13 Вот сейчас 12 11 Ну ладно Буду терпеть значит Терпеть Лежать терпеть Сидеть Сидеть А мы друзья не сидим А мы не сидим Как и команды Потому что они уже Побежали на вторую Пистолетку И давайте глядеть Действительно Что же произойдет Вот в чем вопрос На второй пистолетке Потому что мы знаем Что в целом Команда же тут неплохо Играет с пистолетами Но может ли Вега перестрелять Сейчас их И занимает хорошие позиции На точке А Два опорника У меня ушел X-Ray Вот теперь пришел Отлично Ну и минуты 30 Ремене Давайте глядеть Тони Блэк Пытается попасть По кому-нибудь Но вообще никуда Ни туда Ни налево Ни направо Бадди убивает Одного убивает Также второго Хуже Тони Блэком Баддет 5-3 Ситуация Француз уже на пленте Бомба устанавливается Большинство для них И похоже Что все-таки Эта пистолетка Будет уходить К ним Если же Армист Скажем И чоппером Здесь не перевернулся Сверх Ф3 И дара Тоже нет 7-9 7-9 Команда G2 Выигрывает Пистолетку Мы это уже Где-то Видели Вот Выигрывает Она вторую Пистолетку Подряд Скажем так Из двух Ну что Выход на восьмой раунд Я так понимаю Здесь Ребята из команды Вегас Квадрон Не будут торопить события Прекрасно понимают Что на третье Они могут закупиться С эмочками Поэтому Ну не нужно здесь Как-то действительно Играть Через Форс раунд Они это прекрасно понимают И Видим мы с вами Восьмой раунд От команды G2 Если опять же Есть Юспы Разумеется Ничего нам Не Предложат Ну Не знаю Давайте смотреть Есть Калашников Есть два Галила Два Мак-десятых То есть По-прежнему У коллектива G2 Есть даже вариант Немножко подфармить С этими самыми Фармганчиками С двумя Которые Есть на руках Ну и минуты 30 Здесь три игрока Находятся в коннекторе Не завидую я тем Кто пойдет туда Ну и видимо Туда никто И не собирается Идти Флешек нету Поэтому Здесь будут Ягас Квадрон Если выходить То без всего Так сказать Насухо Шакса Прям что-то совсем Проблемы Сочетанием соперника Жар забрал Шакса Минус Подбади по одному По второму По третьему Чоппер забирает Бади Лаки И Джекс Заканчивает По-средственности Этот раунд 9-8 Ну что Вегас Квадрон А что вы Можете предложить За оборону Ну вот сейчас Как раз таки посмотрим Они предлагают Тебе 5 аугов Как ты думаешь Неплохо? Неплохо Неплохо Почему бы и нет Ну я бы от этого По и не отказался Угу По Джару Были бы там Денюшки Были ли Денюшки Вот в чем Вопрос Были Да Но Но прям это было бы Прям очень серьезно Без армора Даже возможно Поэтому Не знаю Не знаю Давайте смотри друзья 5 аугов Может быть это Как раз таки План победный Для коллектива Вегас Квадрон Да и не только для них В общем то Давайте глядеть Команда Джатуя Спортс Имеет хорошие шансы В случае выигрышного Этого раунда Забрать себе Немножечко аугов С собой В следующем раунде Отыграть с ними И тогда у нас будет Будут ауги Против аугов Потому что Ну ауги да Они у нас Немножко популярные стали Последнее время Но Если сравнивать С Соответственно Оружием Которое похоже На него Но за стороны атаки СГ Оно немножко Ну скажем так Не настолько актуально Как ауг То есть Да Его используют Но используют некоторые Но оно не настолько популярно Сейчас не в мете Поэтому Скорее Джату тут возьмут Парочку аугов Но у нас 9 раунд Точнее 18 раунд Ну и Смотри Там нету больше раскидок Это вообще Там есть смоки Вот буквально 3 штуки И один коктейль молот Зажигательная граната На всю команду Вега Сквадрон Это понимают Джату Поэтому никуда не торопятся И теперь будут заходить Без каких-либо гранат От своих оппонентов И это может сыграть На самом деле Решающую роль Вот ты мне говоришь Смотри А я смотреть боюсь Потому что у меня Как раз таки Сейчас уже Есть интересный расклад И минус от Бадди Похудже Там Для Тони Блэка Есть свои трудности И Джиар вроде как Скибы могут Развернуть это положение В свою пользу И Ба Умирает Да За тройкой Джиар Краш Да Чоппер втроем А там бомба Лежит как неприятно На самом деле Лаки Есть враг О Крашу Чоппер убивает Лаки Как же он просто Тут прыгает Танцует Времени мало Шокс Смотрит налево Направо врывается Не убивает Чоппера Джекса Один в два У Джера Одиннадцать хп У Чоппера Двадцать пять И нужно ему Дистощить В принципе у него Вот не знаю Если у нас есть математики Сколько там Тридцать шесть Это прям почти в три раза На самом деле Больше хп у Джекса Ну чуть-чуть почти Что-либо Ладно Ну и хорошая позиция Есть что самое интересное Хорошая позиция На то чтобы выиграть Сейчас этот раунд Время тикает Джера пропускает Но убивает Все-таки Чоппера Не ждет его На плейнт Не ждет Не ждет На плейнте С плейнта Не ждет И все-таки Джер убивает Время А вот хороший вопрос Если время Да есть А вот Не знаю Есть Есть Ты можешь мне поверить Ладно Я уверен 0-4 Во-первых То что у меня На три секунды раньше Во-вторых Я слышу Что есть время То самое чувство Когда я на 100% знаю Что есть Дефус Вот в такой ситуации Вообще нереально ошибиться Ну 0-4 Это ты понимаешь Это меньше Чем половина секундочки Насколько это мало Это очень мало Это киберспортивные цифры Ну это 0-4 Это киберспортивное число Реакция Даже меньше Ну вот Немножко повезло Я бы даже так сказал В целом Не просто по цифрам Сама в ситуации То есть Там не убивал С первого раза Мог перевестись Еще на plant Мог своего оппонента Убить Но Но 10-8 Друзья Хорошая попытка Каманды Джету Но все-таки Будут у нас Еще это жестко было до жару прилетела жестко но это с другой стороны вегас квадром находит размер в других направлениях и теперь что за 4 в 4 для атаки это вроде как и плюс но как говорится плюс на минус равно что ну смотри какой минус и плюс если умножать тот плюс на складывать ну да так друзья у нас тут 20 19 уже раунд пока что есть опять же хорошие раскидочки у команды вега а вот тут же то в этом плане есть небольшие проблемы давайте смотреть как они это будет реализовывать чоппер на пленте краш также на хлпе откидывает смачок и флешечку через которую сам будет заходить и возможно этот чоппер удавал на зачек но здесь никого нету же то на самом деле сложновато будет заходить именно на эту точку потому что здесь два игрока которые очень хорошим crossfire'ом стоят но заходить то надо 4 хп у бадди есть три калаша давайте глядеть чоппер вот просто всел и ему не надо никуда идти потому что он понимает оппозицию обожает да да сами придут правда 12 хп 1 хп у него было кинес его убивает бомба стой новица вот буквально сейчас уже 19 секунд там очень рудовый бадди ему бы девайс какую-нибудь и не поставляться на прострелы был бы просто замечательно ты ты хорошая ситуация для атаки чтобы раунд забрать и только лишь один не в одни диффузы украшаем бадди бадди перед винтами дожидается выхода от оппонента по идей кит и есть время еще какое-то можно похолодить но вега с квадром любом случае должна будет выходить ну а после того как прорыв кт заканчивается не очень успешно худжи и тони black уходит вроде как в закат надеюсь что успешно да да уйдут разумеется очень далеко убегая здесь бадди хотел вот прям видел в его глазах этот мув чтобы побежать за как-то за калашом смотреть нашел дед калаш в итоге информации нарисовал до в конце ну что друзья вот теперь вот уж я понимаю зарубы интересные становится и девятый раунд команда g2 забирает к себе но вот увеги теперь кончаются денюшка засевленные два девайса именно фамас и аук дополняются некоторыми пистолетами и на все денюшки сейчас будут ребята из команды веги пытаться себе забрать 11 не дав все-таки выхода на 10 10 но в противном случае это потенциально 11 для джета потому что денег там не будет jar в итоге отправляется на позицию в мид да вот за вайт бокс по всей видимости худш также позволяет себе немножечко здесь поаркадить и быть может даже это сыграет положительную сторону для веги в целом но закупки они такие вот сейчас шатки будут и любой раунд на вес золота особенно для обороны где бай всегда будет стоить дороже если вега ошибается в этой ситуации то скорее всего для команды вега сквадрон это будет потеря преимущества ну вот вдвоем находятся они сейчас в мэйне шокс вместе с лаки не торопится никуда понимая что нужно ожидать тот самый поджим возможный от своих оппонентов ну и давайте смотреть минута времени хорошая подсадочка в целом игрока это нас кто это нас хуже с фомасом будет принимать как раз таки мэйн да и в целом точку а с хорошей подсадочкой бадим врывается под флешки никого не было только лишь слышен был дигл от жиара который смог пытался кого-то найти ну и разумеется немножко дальше отходит 40 секунд надо пытаться уже находить информацию сейчас худже может увидеть после того как смог закончится худжи бадди вот куда ты лезешь до конца стреляться в чем вопрос хороший прям вопрос здесь правда на размере лаки 4 в 4 ситуация и вроде как выход уже будет на точку а здесь откидывается коктейль молотова но джиара то нужно закрыть как-то а джиара то закрыть сложновато он здесь диглом и он у него щелкает просто секундным просто не знаю дилеем в итоге правда не попал спину но это был уже совсем другая история это был краж он поставит от кейнса 33 и все-таки на поздних таймингах но команда g2 доходит до плента хорошие размены для французов заканчиваются еще и вот такими вот красивыми казалось бы минус 2 для шахса и 3 минус форме от кенис 10 10 g2 сравняли счет и у веги теперь будут неприятности с экономикой о чем я и говорил как минимум одно эко сыграть придется а ведь была еще поставлена пауза команда вега сквадрон и если она не поможет то уже быть беде но стоит отдать должное команде вега что она использует таймаут и потому что мы видели прошлую игру напомню это была игра cloud nine против команды грейхаун где за всю игру не было прожата ни одной паузы была одна но это была техническая пауза в самом начале игры и больше тактических ни одной мы не увидели а если брать соответственно матч самый первый сегодняшнего дня это фнатики против команды вич и гейминг там также были паузы но там всего две паузы были прожаты а вот здесь вот три паузы и только от веги сквадрон то есть мы видели также еще парочку от g2 и вот сейчас вот все таки вега понимает что пауза неспроста берется она отдает небольшое преимущество несмотря на то что даже в один раунд да но так иначе примущество интересного как 3 молотова крутой кстати залетает очень здорово прям под позицию вега решил аркадить вот что можно сказать сейчас акинет а не ждет и его за легко убили нужно сейчас просто брать свою бомбу и убегать вот просто давать деру на точку а ну и похоже что этого и будут делать ребят из команды g2 до потеряли 1 но информация это примерно есть тут еще и тир может быть для body ой 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 ну вот твоих забрал удачи тут толпа проходит а как же так вообще не теряют а бомбу куда-то пошли с бомбой вот если бы сейчас сделал фраг лучше я даже заранее сказал что он его не сделает но почему-то мне так показалось честно не было никакого спойлера друзья то можно было бы попробовать потому что вот же то опять же против пистолетов но какие проблемы у них сейчас были с ними колоссально жду всегда бывают какие-то проблемы на выходах и это вот зачастую как раз всем что ты вот так человек выходил шарта стрелялся сша бустом техническая пауза нужна француза так вот пока пауза вот смотри ты сказал что зачем было выходить до конца стрелять там и смокал это все вообще на самом деле игроки они рассчитывали что скорее всего будут выходить на размен и тем более что это профессионалы которым в принципе размен не всегда то и нужен они могут выйти поставить голову вам в разы жестче чем тебе могло бы это показаться на первый взгляд и тут нужно именно брать расчет с того что вот не пошло но тут вышел не смог перестрелять раунд буст вот это все и размены да это замечательно я ничего против этого не имею я имею против того что они с бомбой пошли и если это тебе просто к слову но к слову да хорошо к слову принимается про бомбу я ничего не ну хорошо друзья давайте смотреть мы видели уже раунд от веги это было 5 а угов тот раунд кстати оказался хорошим и у результативного раундом для команды веги сказал он хоть и с проблемами но вот теперь три ауга ну и может быть также это поможет коллективу вега чтобы все-таки навязать борьбу в этом раунде а то и взять его краш смотрит мэйн выход из него там лаки вот немножко опять же 2 хп как же везет ему в этом моменте еще и команда g2 вырывается и делать фраг по тони блэку чоппер здесь правда на бочках пытается убить кого-либо но кеннис убивает этот момент худший чоппер из трак по боди джекс разминивает убивает чоппер 42 большинство но посмотрите как везет сейчас французам 4 хп у кенниса 2 хп у лаки кеннис еще на хуй трак покрашу и джиар последний буквально умирает вот буквально умирает без проблем каких-либо лаки ему ставят голову но слушайте французы разогрелись денег нет денег нет 3000 только у команды вега в целом у каждого игрока но это не те деньги 14 не хорошо мне не нужна ли 13 раунд я просто замахнулся на будущее опять и гляжу в презентацию powerpoint будущее раунды так вот пистолеты без арморов у большинства 4 смака плюс 2 флешки для чоппера зашка для краша с кевларом как тони блэк вот здесь 50-м и кевларом пытка тениса зайти на мид и в общем-то промахивается он и сегодня что-то main снайперы не особо не попадая с первого раза хотелось бы именно вот в антопа вот это все боди пошел в аркаду тоже далее поймать ли он вайбокс не ловит жар в итоге отходит назад я не разошлись как море корабли но по поводу снайперов до согласен с бой но аутиметик сегодня очень неплохо попадала со снайперской винтовки cloud nine поэтому скажем так не все снайперы сегодня промахивается но в данном матчапе кенес тоже очень неплохо со снайперской винтовки отыгрывает но не в этом раунде да немножко не пошло но да ладно не суть важно тут только пистолеты главное не совершить каких-то серьезных ошибок джар уже 4 хп имеет на руках и ну и бомба похоже что будет идти в район именно точки а там у нас есть худжи м там есть на хелпе еще джар если что но разумеется здесь ребята должны отлетать от серьезных таких стволов команде g2 есть и авик если 4 калаша поэтому ну давайте что хуже предложит он стоит становится смоку очень близко к позиции на которой нужно выходить а здесь уже 4 здесь уже 4 игрока команды вегас квадрон а это может как-то отыграть если французы сейчас не убегут а они не должны убегать потому что время 20 секунд и что у нас будет на таймере давайте смотреть все в общем то вот он выход вот он враг от бадди шаксевич от бадди но куча только разменивается но раунд который ну вы видели друзья хорошие позиции были у команды вегас квадрона заканчивается скажем так легко и вот шокс что шок смотри у нас 10 шокса попадание в 38 процентов хотя у команды 10 процентов забавненькая статистика на 23 раунда что 13 10 и вот она закупка для веги тони black 6 на 18 вот товарищ расстраивает на самом деле пора бы уже включаться все-таки три раунда в преимущество дали французам а те должны этим воспользоваться не иначе ну или ну или выход на на финал скажем так для коллектива g2 ну и вот кенис с двадцатью двумя фрагами находится на просмотре точки б ну и ранбустом здесь ребята хотели открыться но никого не было скажем так и кенис даже не стрелял поэтому по-прежнему смотрит хаешка хорошая слушайте почопер залетает знают что там стоит может кто-то стоять скорее даже так ну и вот кенис смотрит именно эту позицию опять же французы готовились к своим оппонентам ну хотя сложновато было готовиться к веги потому что стоит отметить что очень мало официальных матчей было вообще в целом у них за последнее время поэтому вот именно к веги готовится очень сложно но видим что французы что-то интересное так показывают 13 10 минута времени 24 раунд пока что без каких-либо серьезных контактов эти контакты на самом деле сейчас очень много стоят для команды вега у них нет будет денег случае проигрыша и это нужно понимать и по идее сейчас подход к б пленту ребята пытаются как-то обосновать что ли это я проджету если что вот здесь два опорника один винта к другой на дефолте и отрезать одного самоками или выкурить моликом это не сложно то вот с вентиляцией будут некоторые вопросы и все это время под бустом на миде тусуется шокс краж на пленте опорником ну и вот на него сейчас смотрят все потому что 10 секунд на таймере сделав еще хотя бы один фраг он уже гарантирует раунд для команды господром но тут немножко на самом деле ошибка от команды g2 потому что мы видим два в два ситуации убивает краша концу раунда но здесь очевидная ошибка по таймеру для коллектива g2 потому что мы даже видели два в один как бы да и в общем то большинство на время просто не хватило 10 секунда сейчас все я 7 6 5 4 3 2 1 неужели они шар нашел способ к нам ворваться неплохо хорошие звуки спасибо но на сам факт что у меня быстрее на три четыре секунды было это так вот возвращаясь к игре получаем мы с вами два кольта фамас mp9 для чего при авик для джиара и это должно хоть как-то помочь выкиска в эту игру они уже взяли 11 и нужно брать сейчас раунд хотя экономику g2 она не заканчивается там шесть тысяч три триста пятьдесят пять триста лаки до body jacks конечно вне зона доступа но с ними вопрос короткий ну и минута времени минута времени еще 15 секунд до выиграли прошлый да вега молодцы но закуп опять же на последние денежки если джи ту сейчас заберут а у них день кстати очень много то есть принципе у них есть еще вариант даже отдать этот конечно не хочется разумеется но если уж так произойдет то джи ту денежка будет а веге сейчас нужно кровь из нас убрать этот раунд есть вп у джиара ну и фамаса тони блэка хорошая позиция в принципе всех опять с команды эскадрона почему-то один опорник не джиар уходит там хуже пропушил мэйн поэтому хуже здесь могут не ждать джиар не промахивается убивает джекса правда кинется на размене но есть размены хороший для французов джиар второй фраг уже для него третий не попадает немножечко и отпускает свой оппонент 30 секунд на таймере гранаты есть но наверное не те гранаты на с которыми можно зайти и взять эту бомбу хотя котель молотова кладется и джиар вынужден отойти немножко подальше бомба забирается и плент будет а вот сзади заходит чоппер с мп-шечкой но по таймингам точнее его должны ждать также с этой позиции но правда не перестреливает здесь боди но кенис либо ты либо раунд тебя так-то да но либо 12 раунд за команды вега они не забывайте танцы с дверьми это конечно круто но мне кажется кенис принято решение сэйбит 2 из и желательно чтобы он сейчас не подставился после таймера хотя денег ему вроде как и так насыпали и окей 6 150 а век за сэйвил 13 12 3 пауза но уже для команды джи ту слушайте ну вообще они перестали играть через мид может быть пора бы уже это раскид смоков нет и занятиями да мы видели с тобой парочку раундов начали 1 2 помню прошу прощения когда французы пользовались мидом и у них в принципе это удавалось неплохо может быть повторить за 1 столько за 1 за 1 может быть может быть может быть может быть давайте смотреть друзьям очень близко игра опять же как и должна была быть это похоже что у нас первый матч который перевалил за десятку но на нашей трансляции так точно и у одной и другой команды а это значит что то бэшка есть это хорошо значит интерес и действительно движуха также присутствует на всем этом деле нет вру клаудная игры хаунд там было 16 11 ну да ладно 26 раунд друзьям давайте глядеть есть четыре калашниковых у ребят с команды джи ту денежка есть только и шу кенеса поэтому для них же лучше сейчас выигрывать раунд потому что дальше будет проблема с закупом но хотя они будут проигрывать уже третий раунд подряд поэтому скорее всего небольшая серия проигных раундов насыпят им достаточно неплохо денежат но пока что минута 20 команда g2 esports не решает на какой план там заходить ходит вокруг а плента но напомню что как раз таки в прошлом раунде это не совсем увенчалось успехом хотя бомбу поставили давайте смотреть минута времени все-таки будут заходить игроки команды g2 на точку а там есть только лишь один тони блэк что самое интересное один чоппер уже а нет вру это такая подсадочка у нас которые которая немножко не читается на радаре надо давайте смотреть хуже вместе со им тиммейтом который снизу вывода флешка не флешит сейчас никого котель молотова хороший кидается но слишком рано выходит тушится лучше двоих убивают но тут тони блэк его должны были чекать и ждать да так и происходит лаке 2 они браш под стеной посмотри краш сейчас может за смоком сработать бомба упала на выходе из мэйна с хайвея нужен товарищ который будет отчекивать этот вопрос шокс боится взять бомбу знает что скорее смог на просвете уже рассеялся джар замечает бомб керри запускает сайт но инфы нет что двое на пленте и сейчас флешка от лаки бомбы след а теперь должны понимать что двое на сайте лаки покрывается забирает одного краш на размене 12 за шокс и что это легенда или не легенда данного хватает на краш спасать положение ну неуверенность либо неуверенные зажимы от коллектива g2 что от лаки что от шокса оставшиеся последние ребята одного даже забирали вот реально очень долго по таймингам профессионалов внутри три секунды против людей которые не смотрят на тебя вот так вот по пулечке это очень слабовато на самом деле ну и вот он результат если бы забирали то могли рассчитывать на что-нибудь другое ну и вот она таймаут последний что самая интересная пауза последний таймаут для коллектива g2 sports деньги находятся на финишной прямой есть 7000 но скажем так это будет последняя денежка как и у команды века сквадрон то есть не сказать что у них тоже намного больше экономика 1313 я даже вам могу сказать друзья что в принципе здесь возможны и допчики в целом но вот 1313 я не знаю тут для кого и хорошо это но близко очень сильно находятся коллективы друг другу но здесь скорее всего просто кто выиграет экономическую баталию тот возможно окажется фаворитом хотя смотрите три раунда подряд вега забрала а деньги по-прежнему атаки есть из-за того что они выиграли очень много раундов подряд никого не потеряли мы в целом не забываем что атаки также капает достаточно денег ну не только так еще и защите если вы проигрываете раунды подряд кейс откидывает смог скорее всего в направлении хайвэм и воде тут получает на миде некоторое пространство на бус пошел джекс вместе шаксом джар находит минспо боди который отправлял с краски под вентиляцию и то не было будет играть на позиции там получается песков или же цемента у него тут кстати вопрос с джекса мне решенный смог ему мешал скорее всего замечать оппонента это мы с тобой видели на x-ray акиба плюс-минус должен понимать что возможно должен быть еще один молик но кстати за фейлины да не долетает не долетает на эту позицию ну и джекс должен на самом деле здесь ждать тони блэка но тони блэк то сам же джекса и нет все таки не перестреливает а краж не пошел на размен побоялся что его тоже будут смотреть но это проблемы для коллектива веги сквадрон однозначно потому что ситуация была 5 4 но вот не смогли здесь позицию тони блэка засейвить а чопера не ждут вот сто процентов говорю что здесь в этой позиции в таком тайминге чопера не ждут он видит одного начинает выбирать это может решить на самом деле раунд и на точке б никого нету нужно сейчас французам и клир заходить просто заходить краш там 3 хп у лаки понимаешь что он должен забирать у да забирает его без проблем но все равно шансы есть у коллектива так оп за тройку за тройку и хаешку за тройку но ее нет ее просто нет есть два смока есть дефуза есть флешка два в три кеннис джекс джекса лохи ты и все сейчас реально висит на кеннисе он с калашом 28 патронов в магазине ошибка от джекса могла стоить жизни но джар не попал еще флешка с кт залетает есть плюс минус инфа скорее всего про то что двое через сити один через день кеннис палец свой спот селяется с нашим краш умирает после второго репика с это кеннис это кеннис рад друзья квадрокилл от него 28 на 13 на этом дкш он тащит свою команду вперед он не хочет проигрывать и он готов здесь заканчивать все и вся и что с деньгами команды вега сквадрон их очень мало 2 400 украшат и 700 учу опера но и по 3000 так в целом есть у команды вега скадрон этого маловато скорее всего пистолеты и вот мы помним друзья оппозицию чопера если бы он сделал ну немножечко больше здесь было бы намного сложнее ситуация была бы 3 в 1 например ну и скажем так кенниса могло бы уже и не быть потому что была бы совершенно другая история но пока 14 13 и вот выход на 15 для коллектива джи то это уже минимум ничья и нету денег но вот этот раунд был очень сильным для коллектива джи то если бы вега отыграла его немножко лучше могла бы обеспечить себе 14 но это кеннис что уж тут сказать друзья да спас положением дел для команды джи ту лаки у нас дыряв бомба вообще в гараже на миде тут подсадка наш out мэй бедовой паки и слышал но можно было бы в принципе и прострелить медленный подход к базе б в 90 скорее всего станет товарищ под номером ноль это чопер но решил сместиться ближе к винтам ибо спалился спрыгнул умер в итоге в блайнде а джекса чопер размен работа в принципе продолжается но атака не торопится так лаким попал по джару неплохо кеннис попадает также по чоппером правда с на снайперской винтовкой а это смертельно говоря друзья но и вот чоппер на себе это также прочувствовал 3 в 4 большинство за джи то они это понимают они понимают что сейчас они должны выходить на пятнадцатый ждет краша бадим легкий фраг до него 4 в 2 ну что два матч-поинта похоже что коллектив джи ту себе будет заносить правда они идут в сторону от точки нет все таки не буду ходить на band понимая что зачем заходить на а если бы чисто друзья и очевидно ну и в общем то бегут как раз таки на этот самый б-плент откидывают даже смоки просто тут флешки две флешки на всякий случай чтобы вот прям точно кто-нибудь ослеп но и никого там нету это мы все видим понимаем друзья и 15 раунд команда джи ту себе забирает два матч-поинта в таком сложном матче против коллектива веге сквадрон у французов есть ну как минимум дома по матч-поинт для них от круто действительно круто но с каким треском они это сделали на каком тоненьком молодом человеке то они выехали между прочим на снайпере команды своим а между прочим угры хаунд но и к тому что снайпер решает подобного то и не было попытка от хуже зайти спину провал конечно присутствует но это пистолеты без армуров тут к сожалению ожидать большего и не приходится джи р 850 долларов с деглом он попытается это дело подсоявить и напоследок у команды вега сквадрон тони блэк без боя полного краш без полного боя хуже чоппер единственный кто мог закупиться 2 сам самуров и кивар ну и вот 8 тактическая пауза одного и другого коллектива в целом за эту карту у нас было использовано ну вот я не знаю мне прям очень сильно в глаза бросается у команды вега сквадрон это тони блэк 6 на 23 не все прям скажем так у него получается на этом дкш и очень сильно от своего на своей команды он как раз таки по фрагам отстает возможно если бы если бы не шестерочка ну а хотя бы там не знаю десяточка 11 может 12 то было бы все немножко проще а вот у кеннис кеннис и у его коллектива все замечательно там по 17 20 25 ну и 29 на 13 кеннис просто действительно просто просто кеннис но лучшие годы прекрасный его замечательный тот самый парень о котором ходили легенды с лучший снайпер возможно будет себе потихонечку возвращать это самое звание но давайте смотреть друзья за 29 возможно последним раундом на карте дх есть хорошие закупы у одного и другого коллектива веги не очень у них есть сколько у них тут два фамасика есть юмбик у тони блэка и эмочка у чопера но и джар будет находиться уже на даче б фланта с деглом команда же то заходит правда краш есть фраг под джек су и вот теперь вот нужно ставить бомбу по-прежнему выбивание нужно ставить карася в чат за вегу сквадрон ведь это ситуация которую они сейчас могут довести до дубов этот раунд им просто жизненно необходимо выигрывать заход спину от тони блэка попытка отстрела кенниса тот отлетает уже 53 чопер все это время не спалялся не полюс на каплях ну да спалился в итоге экиба с крашем вытаскивает этот раунд ну как-то как-то прям не лучшим образом отыграли французы потому что ну 45 вроде ситуация которая могла бы уйти в их пользу но вот мы видим друзья здесь 15 14 уже и в общем-то один матч-поинт отыгрывается коллективом веги сквадрон но денежка там есть и будет и все в этом плане в порядке даже а в пау кенниса разумеется он первым же делом покупает но есть вот играть первого матч-поинта и 5 на 15 14 опять же все еще возможны допы друзья и в этом матче наверное будет круто никто да не удивится если они будут этом вместе будет невероятно круто это будет действительно достойная работа от двух коллективов но но вега сквадрон все еще не сделала допы и это нужно понимать же ту могут найти какую-то дырку в обороне вега сквадрон и потом соответственно не оставить их на допах то не блэк подсажен в буст чоппер отходит молик на то не было как раз полили его в итоге смог откидывается в гараж мне чоппер помогает стрелять босс проигрывает эту перестрелку с этого все началось а далее это не благ забирает одного забирает второго на третьего уже не хватает в размене и по идее худ же занимает мейна плента француза не торопится еще целая минута 10 это очень правильно потому что нужно сейчас понять куда им заходить 3 3 ситуация хорошая для них опять же но вот идут в район точки б здесь один джиар с авиком правда если он будет активничать с ним то он может сделать фраг не знаю сыграть именно на время на тайминг отойти немножечко подальше возможно это сыграет ключевым фактором для него но давайте смотреть жар как раз таким находится на пленте ну если откинуть смог на сити и просто зайти вместе задавить снайпера конечно это будет очень результативно нового джиар находит уже по кенесу фраг есть информация о том что он а именно снайпер команды вега сквадрон находится пленте сейчас уже с разных сторон будут заходить его зажимает не попадая мой досадный право это можно посмотри где они на коты они не успевают смог носить и прилетает бомба ставится на вентиляции и этот раунд худший краш просто ну вот очень тяжело будет выбить 2 в 2 у вас нету дополнительный град всего одна флешка да есть диффузы но вы не в позиции если шоксе не допустит ошибку француза должен закрашена 14 вот так шокс стоит ждет здесь не чекает первый игрок и второй чекает но там размин под лаки бомба стоит ради они не знают где он думает что он в пленте и сейчас бомба ровно под лаки бомба тикает время идет на команду же твой спорт лаки открывается ждет краши от лаки друзья 16 14 в невероятной схватке но команда g2 оказывается победителями против беги сквадрон жестко красиво кеннис просто отдельный респектос за действительно все хорошие фраги друзья это было действительно здорово это очень и очень красивый матч вот так 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 вот Продолжение следует...